так еще раз друзья здравствуйте надеюсь в этот раз все получилось вот когда я начинаю говорить о каких-то небольших темах обязательно сбои это меня преследует всю жизнь поэтому я возвращаться не буду буду просто продолжать и так значит такое небольшое объявление поэт юферев он же писатель замечательная книга она скоро будет опубликована на моем сайте в новостях сайта а это я просто выбрал вот такую тему меня и в церкви нет покоя и в церкви посадил прекрасные цветы и в радость туда идут а в горе в общем сами прочтете просто у меня была лирика теперь насчет научно добросовестности значит так как я не ученый я не обязан быть научно добросовестным дело в чем наука утверждает что опыт может быть признан состоявшимся выводы правильными если он повторим вот ну и эту тему я тоже пропускаю как-нибудь может быть отдельно поговорим вот потому что с такого наворотили наши коллеги ученые что мы в жизни расхлебаемся вот так вот смотрите вот это я немножко повторюсь немножко одного добавлю это очень важно почему это очень важно казалось бы что это нарисовано так вот смотрите где-то четыре дня назад вот это случилось в этой программе о научных достижениях и кто их куда ворует на рм тв состоялась целый фильм смысл мы умные россияне совки саму собой там речь слава еще о прежних временах вдруг появляется нобельские лауреаты естественно западные а потом говорят караулы это наша академия мы в первое а почему она даже не заикнули что это были наши идеи вот это больше там целый фильм она примерно 10-15 приведено было как то выглядит то есть наши заявляют а потом тишина а потом бах выходит научная работа вот о том что идея была наша никто не догадался вот примерно тоже сейчас скажем годом все труднее стало творить чудеса и делать открытие казалось бы много открыто на самом-то деле любой из нас из вас у нас свой круг я имею ввиду садоводом здесь только меня садоводы слушают вот мы можем сделать огромное открытие в медицине вот мы можем придумать новые эти самые программы обучения вместо дебильных этих которые сейчас добили школу похоже науку добили школу добили и добили медицину вот ты ипостаси его значит очередное выглядит вот так смотрите однажды я это объясняю почему я потрачу 5-7 минут но это очень важно потому что ну что потом не кричали караула украли у нас в русских уже забудут что металлург придумал два металлурга вот забудут об этом вот кстати если думаете что металлурги дураки и не могут делать открытие в смежных областях ошибаетесь именно в смежных так вот значит я еду из челябинска поезде ледяные узоры в тамбуре курю вот передо мной ошибиться не мог передо мной ветка абрикосовая с листьями со всеми прожилками это не вот это фото что вы видите но это очень важно вот когда я вернулся к себе потом ушло подсознание потом ударился в лоб такое совпадение не может быть вот я написал статью статья разошлась и я призвал что нам надо побольше таких для того чтобы прийти к однозначному выводу вывод ниже нам надо совсем скобом сделать побольше фотографии ледяных узоров тогда ограничился этим я не знал что там чудеса гораздо шире вот настолько все понятно мне вдруг стало ну знаете озарение раз и все все ясно мировое открытие такое вместо вот этого дебильного вот которая до сих пор в ходу только потому что как бы не дать кто подумал что бог это все создал так вот значит подначили мне присылать вот эти фотографии вот одна я вижу папоротник вот видите вот это вот значит как бы голографическим изображением нельзя назвать вот его можно пощупать да прекрасно можно пощупать тут в данном случае неважно ветка будущее то есть вырастет здесь вот это вот по этой по этой схеме это лекала чтобы вы знали просто они временно заполнены конденсатом силовые это очень важно силовые силовой каркас заполнен в данном случае конденсатом это уже не ледяной узор это это или это была отломана ветка вот а значит чертеж остался нет неправильно лекала вот так вот тут его смотрю аналоги с бабочками помните мои любимые темы проходили вот папоротники вы скажете это не папоротник вот этот момент меня больше всего смутил на какой-то момент потому что я дружил с одним из ученых университетских деятелей очень довольно солидный дядя на невесудоводство а я взял вот эту статью ему послал сдуру он мне ответил это совпадение то есть это никакие не растения это не прообраз растений это не все эти самые волновые силовые структуры это совпадение ну ладно совпадение вот это нет это похоже на листья но почему-то подозрительно похоже сейчас поймете к чему я клоню но это вообще шедевр и это он сказал что совпадение а друзья вот я набирал этих самых побольше этих самых вот это я пытался понять в этот вопрос к биологам вот пожалуйста найдите аналог это тоже рисунок из воды вот потом случилось чудо я поделился своими соображениями о том что это похоже на пороге мирового открытия он мне взял несколько фотографий кто его просил сам самостоятельно без меня взял и замораживал воду из скважины получил вот эти рисунки видели как интересно да а нам таких бы с тысячи рисунков мы бы много аналогов нашли наконец троценко павел здесь уже объемная вещь видите здорово да вот когда это все собралось так я вот эту теорию создал взял с помощью уникальных фотографий компания латинкова вот это вот нарисовал вот теперь смотрите значит я хочу чтобы вы правильно поняли я не нападаю на науку просто знаете как вот с богом жить никто не хочет потому что иметь очень трудно жить если ты веришь бога вот или веришь вечную жизнь и прочее прочее очень трудно жить поверьте я знаю сколько хотелось кого-то обмануть сколько хотелось не открывать кошелек когда рядом кто-то голодал особенно если это дети вот дети маугли дети брошенные прочее понимаете как трудно жить по божеским правилам ведь можно сказать что ничего не мне не надо и я ничего не вижу я ничего не слышу вот трудно и это достал естественно что перейдя на сторону религии вот который сейчас пинает вся коммунили я представил себе картину как на самом деле вот ученые 19 века они даже вот этого не знали у них знаете как вот дошло бы раньше или позже все равно бы дошло вот это вот вот эта теория да вот она бы дошла но тут делать в другом вот я представил себе вот просто 19 век но я даже больше не знаю пусть него не умнее но я допустим познаниями превосхожу я представил себе эти молекулы я представил себе суповой набор считается где-то горячий раствор где-то возле действующих вулканов под водой где там все кипит бурлит вот и где-то миллионы миллиарды триллионы раз там молекулы встречались сталкивались сливались разлетались вот и вдруг однажды бах и там их 50 или 100 или тысячи вдруг это ну учитывая там миллионы лет это реально раз так слипнулись и и вдруг ожила вот ну как она ожила а потом дальше то что у нее должно быть ротовое отверстие чтобы что-то есть а еще есть нечего было вот зубов нет или зубы чтобы вгрызаться в это самое как и называется значит минеральная значит материал минералов для того чтобы выиграть чего-то там потому что надо теперь дублироваться дублироваться то надо разделиться пополам а теперь две половины а рот в одной половине а зад у другой ну если брать чё-нибудь простенькое вроде амебы в общем вдоль получилось пробовал ночами не спал и пытался вот это тут просто тут у понятно но это дураку потому что кроме умных дураков есть люди зашорены он напрямую понял меня например вот этот самый сейчас я вам покажу его он меня понял да вот это ученые серьезные ученые это профессор лучше он написал сейчас я покажу появляются намеки это значит что прошло пять лет как я публиковал а так как это самое уже меня знает по моему все то естественно что человек который создал великолепную фильм о роли воды а ее так сказать свойствах воды все великолепный фильм это просто сказка не фильм и вдруг он на тринадцатой минуте поведает эту фразу появляются намеки вы понимаете вот он профессор я второй раз об этом говорю побойтесь бога ребята вот я бы ребята так сказать фамилиарно потому что мне уже 7.69 и это самое вроде бы не глупее вас вот уважаемый владимир вайков вот так здорово написали намеки вы понимаете что еще несколько лет ведь броскому приезжали китайцы говорят изучают нас там нас любителей ну броски биолог покруче меня познанием изучает и вот значит это вот пройдет несколько лет вы увидите караула это а вы знаете для чего нужно чтобы вот это вот была теория не вот это что случайно слепнулись а значит у нас нет ни чести ни совести мы животные вот что страшно вот и вот что получилось а потом опять караул он да у нас свой был там это со своей самородки там это вот это чего там нет для чего вообще это надо да чтобы сделать эти самые дубрировать эти самые условия и людям отращивать руки ноги вы понимаете это только первый шаг это уже ну как сказать это уже крик души ладно теперь смотрите почему этого никогда не будет вот дело в том и почему это нам надо ведь действительно если существует готовая силовые структуры из которых потом полезли амеба и прочее эти самые скалопендры из дебильного школьного егэ господи слово такое егэ тьфу баба егэ человек в системе органического мира вы понимаете вот я написал подлинг и фармур является основной частью человеческого общества или царство животных то есть это самое вы понимаете я вот пытался человеку поручили я потом ниже на конкретных примерах объясню почему нельзя биологии вообще чтобы она была этим самым никакой к этой добы на егэ не имел отношения потому что сразу у ребенка родители верующие у ребенка это он чтобы получить егэ он должен написать написать да вот что он не является основной частью человеческого общества не а вот понимаете он животное вот вот где да да самое интересное как они составляли б представляет собой особый отряд класса млекопитающих дети нихрена этого не проходят даже когда их заставляют у них голове это не укладывается но он хотя бы вспомнит что это сама мама моего титькой кормила и уже минус бэ на это самое галочку поставить поняли что разве не классный капиталь вот просто набрать вот это идиотские эти для того чтобы но вопросы принципиальные конечно не это самое никто никогда никто никогда я принципиально а бы допустим вот если бы можно было две галочки ставить б а вот царство животных не но тогда и школу не закончу надо быть дураком чтобы школу закончить они умным ладно значит дальше пойдем я высказал что хотел я вас умоляю вот вы молодец вы перешли границу вы 1 1 на планете потому что даже западно ученые они так то точно так же это молятся на дарвина вот вы первые вы первые взяли и написали вот это вот нельзя вы сказали это я с текстом набрал на 13 минуте вот он фильм вот он вот он его лих на его биосфера законной жизни вода набираете и вы попадаете вот сюда вот вот тут у меня 1202 ну и так далее вот и вот эта фраза на 13 минут 10 секунд появляются намеки что может вода строить вы перешли границу ну так дальше переходите этого мало быть все равно же видите же все равно же нас с котами обозвали я не могу по-другому я так устроен поймите меня вы знаете что такое еще три минуты что такое я фотографию показывал себя и сестры и мамы вот какие мы были я в сельской деревенской школе учился так вот вы знаете как меня делали сделали из меня этого патриота сказать очень просто я меня мне рассказывает преподаватель а вы знаете говорит как нас россия этих самых но они россия называл советских людей обманывают унижают это все к этой же темы вот а вы знаете что паровую машину ползунов этот самый наш механик самоучка придумал первую мере хотя теперь отдали этим самым только не признает никто вот я слушаю у меня возмущение уже патриотизм а вы знаете что это самое первый аэроплан сочинил это господи сейчас секундочку сейчас секундочку можайский а тебя поэтому присвоили этим братьям райд а вы знаете что этот самый пера первого радио придурал попов наш инженер а это право у него отняли я с тех пор и до сих пор до сих пор обида сидит меня так воспитали а потом что я узнал пришла перестройка я узнал что заваритель придумал телевизор но почему-то оказался в это в сша вот сикорский придумал вертолеты самолеты я теперь они летают под под названием сикорские опять америка а свире надо быть вот надо они не просто так вот братька это самое зарга вот эти вот потому что везде и всюду все что умертвлено везде и всюду где он считается вы знаете еще секунда еще пожалуйста я разговорился эти самое страшное что сделали в садоводстве это начали улучшать деревья тимирязевка 9 и лишних названий веток нашла это ужас какой-то улучшать причем считается простите меня за это по нигире считается что мы продляем им жизнь колеча деревьев мы улучшаем их это самое самое увеличим урожай мы избавляемся от болезней от отрезая ветки вот этот идиотизм а ведь это все пронизано этим все садоводство начиная от академиков и кончая эти ничем не повинными людьми которые каждую весну берут пилу ножовку идут пилить и резать и резать это вот ну если там никому в голову не приходит до 21 века что это все спередя невидимую границу граница где-то там германия польша уже на украине этого нельзя делать вот я уж не говорю что россия и тем более сибирь и это север россии что этого нельзя делать я уж не то это вы понимаете ни одному человеку вы из ученого мира в голову не приходит что нельзя этого делать вот а тут представляете вот она дебильная это что человек после этого пойдет изучив это все закончив егэ со ста баллами ничего не знает если угадает вот а наука вот единственное что это самое я вайкову просто мечтаю что он станет академиком и вместо слова намеки вот напишет теория железа латинкова или разовьет его и здесь будет написано вайков потом железу потом латинков мы не обидимся если он разовет это все пора выращивать руки ноги людям они это самое для этого нужно вот это признать начали украина и и и и и и и и и